Занимаясь личным развитием, люди чаще фокусируются на достижении целей, выработке привычек и прокачке дисциплины, но многие упускают из вида более фундаментальную вещь – свое мышление. В этом видео я продолжаю разбирать когнитивные искажения и расскажу вам о 12 самых частых ошибках мышления, которые мешают нам развиваться. Синдром выученной беспомощности. Это ошибка мышления, при которой человек не предпринимает попыток к улучшению своей жизни, хотя имеет такую возможность. Обычно это когнитивное искажение проявляется у тех людей, у кого были болезненные и неудачные попытки как-то изменить свою жизнь к лучшему. Пример выученной беспомощности – это когда человек решил улучшить свои финансовые условия, попробовал себя в бизнесе или в роли руководителя, но не выдержал стресса и после чего решил, что больше пробовать не будет. Хотя, если вы спросите любого успешного человека о своем пути, то он поделится множеством историй о том, как у него сначала не получалось и сколько провалов у него было. И главное, что их всех объединяет – это то, что они не опустили руки, выдержали удары судьбы и продолжили. Мой пример не исключение. Первый бизнес, который можно было назвать успешным – это была моя веб-студия IT Loft, которая получилась у меня только после пяти неудачных попыток других бизнесов. И, кстати, одна из моих первичных мотиваций в создании подкаста «Сделано с нуля» была в том, чтобы бороться с синдромом выученной беспомощности и показывать примеры, когда простые люди, несмотря на трудности и неудачи, постепенно и небольшими шагами улучшают свою жизнь. Другой классический пример выученной беспомощности – это когда парень захотел познакомиться с девушкой, получил пару отказов и после этого сделал неверный вывод, что отношения не для него, полностью прекратил попытки знакомства и ушел в виртуальный мир компьютерных игр. Хотя на самом деле он просто зациклился на неудачах, ему не понравилось это неприятное чувство отказа, унижения и уязвимости, и он просто боится вновь его испытать. Еще ему, возможно, мешает его гордость, но стоит понять, что он и не обязан нравиться каждой встречной девушке, и более того, это нормально, что кому-то он не подошел и получил отказ. Ему просто нужно было не унывать, научиться мужественно переносить это неприятное чувство отказа, иметь смелость быть уязвимым и не бояться в будущем делать новые попытки знакомств. Например, я женился только в 32 года, и сейчас я счастлив в отношениях. И несмотря на то, что я хотел счастливых отношений лет с 18, мне понадобилось 14 лет, чтобы найти подходящего человека. И поверьте, неудач за это время у меня было довольно много. Но каждая неудача, наоборот, разжигала во мне огонь, становиться только лучше. И сейчас я благодарен каждой девушке, которая мне отказала, или с кем у меня не сложились отношения, потому что благодаря им я не с ними, а со своей любимой женой. Обвинение. Эта ошибка ума характеризуется тем, что человек видит источник своих негативных чувств в других людях и событиях, и отказывается брать ответственность за свою жизнь и поведение на себя. У таких людей всегда и на все есть оправдание своего бездействия и безответственности. Это не он боится рискнуть и взять ответственность на себя, а его родители его не так воспитали. Жена не дает ему возможностей. Дети требуют слишком много внимания. Или начальник не замечает его талантов. Ну и, конечно, политики и депутаты всегда обманывают и не дают возможности развиваться вот именно ему, несчастному. И, конечно, мы живем в реальном и жестком мире, где никто не идеален, где у каждого второго есть какие-то детские травмы и комплексы, где есть власть имущие, а также злые манипуляторы, несправедливость и прочие проблемы, на которые вы не всегда в состоянии повлиять. Но держите в голове простую мысль. Каждый раз, кого-то обвиняя, вы отдаете этому человеку или этому событию какую-то часть власти над собой. И, как показывает практика, многим людям очень комфортно быть во власти других людей и обстоятельств, потому что иначе у них не было бы оправданий. Поэтому решение, кем быть в своей жизни, водителем или пассажиром, за вами. Спонсор сегодняшнего видео – школа онлайн-обучения IT-профессиям Loft School. Loft School – это компания, которую мы вместе с моим другом Димой основали 10 лет назад. За это время мы обучили более 10 тысяч IT-специалистов, лучшие из которых работают в компаниях мирового уровня, таких как Яндекс, Мэлру, Авито и Эппл. На 2023 год один из самых популярных языков программирования в мире – это Python. Специалисты, работающие с этим языком, могут выполнять широкий спектр задач от веб-программирования, анализа данных и кибербезопасности до разработки игр, нейросетей и машинного обучения. Если вы хотите сделать первый шаг в профессию и освоить программирование на Python, то приглашаю вас на курс «Основы Python в Loft School». Все обучение построено как эмуляция работы в реальной IT-компании, где все ваши преподаватели и наставники – действующие специалисты. Курс можно проходить с нулевыми знаниями. Каждую неделю вас ждут занятия с опытным преподавателем, практические задания и консультации с наставниками. За 6 недель курса вы пройдете 18 модулей и сделаете свой первый боевой проект, который сможете добавить в портфолио для будущего трудоустройства. По промокоду «Чернобаев60» вы получите скидку в размере 60% от текущей цены. Записывайтесь на курс «Основы Python в Loft School» и приступайте к освоению своей новой востребованной профессии. Гиперболическое обесценивание. Гиперболическое обесценивание заключается в том, что мы хотим получить все быстро и сразу, и что мы готовы получить меньше сейчас, чем больше в будущем нуждать. Это когнитивное искажение было доказано во время знаменитого Стэнфордского зефирного эксперимента, когда детям предлагали съесть зефирку и другие сладости сразу или подождать 15 минут, но получить сладости в 2 раза больше. После чего на протяжении многих лет отслеживали корреляцию между успехами тех детей, кто смог подождать и получить вознаграждение, и между неуспехами тех, кто не смог совладать со своими эмоциями и кушал сладости сразу. Гиперболическое обесценивание объясняет проблемы с нашим лишним весом, зависимостями, долгами и финансовой нестабильностью, то есть проблемы во всех сферах жизни, в которых нужно отказаться от немедленного удовольствия ради будущего благополучия. Поэтому чем раньше вы научитесь контролировать свои эмоции и 7-минутные желания во благо будущего и перестанете верить в волшебные таблетки и быстрые и простые решения всех проблем, а сконцентрируетесь на постепенном, но планомерном улучшении своей жизни, тем больше шансов на успех у вас будет. Стремление к легкому дофамину. Дофамин – это гормон-нейромедиатор, отвечающий за мотивацию и вознаграждение. Благодаря ему мы испытываем интерес, вдохновение, хотим двигаться вперед и испытываем удовлетворение от достижений. Вы получаете дофамин, когда заканчиваете работу над крупным проектом, получаете новые знания из профессиональной литературы или осваиваете новый навык. Но бывают и более легкие способы получения дофамина. Так называемый халявный дофамин. Это залипание в соцсетях, просмотр сериалов или игра в PlayStation. Мозгу все равно, какую именно информацию получить. Качество ему не важно, главное – получить дофамин. Поэтому мы все с вами так или иначе дофаминовые наркоманы. И только в наших собственных силах осознать это и начать постепенно выстраивать новые привычки к потреблению информации. Изучите мой бесплатный курс про цифровой минимализм на этом канале. Возможно, он поможет вам сбалансировать потребление халявного дофамина и настоящего. Информационное искажение. Это склонность искать информацию, даже если она никак не влияет на действие. То есть простым языком – это сбор лишней информации. Это одно из тех искажений, которые точно есть у меня. Прежде чем записывать видео на тему, даже в которой я уверен, я все равно собираю информацию и изучаю, что еще было снято на эту тему. Даже если она мне уже не нужна и мне давно было пора начать действовать. С одной стороны, это хорошо. Таким образом, я нарабатываю насмотренность и тренирую свой навык быстрого освоения и фильтрации информации. Но с другой стороны, иногда это мне вредит. Ведь вместо того, чтобы тратить время на съемку самого видео, я зачем-то изучаю разный контент, который далеко не всегда высокого качества. В общем, мне кажется, это когнитивное искажение, которое характерно для всех людей, работающих с большим объемом информации. Блогеров, журналистов, копирайтеров. Поэтому, если у вас, как и у меня, есть эта ошибка мышления, то перед следующим марафоном в поисках информации задайте себе вопрос. Вы точно не можете приступить к решению задачи уже прямо сейчас с тем багажом знаний и опыта, который вы уже имеете? Вы точно найдете ту информацию, которая поможет вам в последующем анализе и окупит это время поиска? Если точно да, тогда, конечно, отправляйтесь исследовать. А если нет, то потратьте свое драгоценное время на что-то получше. Поспешные выводы. Это искажение прямо противоположно предыдущему, когда мы, наоборот, слишком быстро делаем выводы о чем-либо, не собрав достаточное количество информации. Люди, страдающие этим когнитивным искажением, заранее могут понять и знать, что из себя представляет другой человек, даже не удосужившись глубоко с ним пообщаться. В интернете это происходит сплошь и рядом. Все судят друг о друге по одной или паре видео или комментариев. Хотя узнать, какой человек на самом деле возможно только после глубокого общения с ним на достаточно большом промежутке времени. То же самое касается работы и новых проектов. Человек может убедить себя в провальности нового дела, даже его не начав, и таким образом просто отрезать себе большое количество возможностей. Ошибка планирования. Это еще одна ошибка мышления, которая часто встречается лично у меня. Ошибка планирования – это склонность, недооцениваясь время выполнения задачи. Это происходит из-за излишнего оптимизма, который свойственен моей натуре, и недостаточного планирования. Например, я делаю свой курс про создание контента уже три года, хотя сначала запланировал выпустить его за год. И дело не только в моем перфекционизме, что я стараюсь сделать все качественно изначально, а не выпускать какой-то пробный сырой продукт, но и в том, что я не учел множество других факторов, которые влияют на скорость разработки. Главное из которых – это, конечно, рождение моего сына. Но в этом году я твердо настроен закончить эту работу, поэтому все те, кто ждут мой курс, знайте, работа идет, и первыми о них узнают подписчики моего телеграм-канала. Амплификация. Амплификация – это противоположность предыдущей когнитивной ошибки. То есть это, наоборот, чрезмерное планирование. Грубо говоря, амплификация – это дележка шкуры неубитого медведя. Когда мы вкладываем в достижение цели больше усилий, чем это необходимо, пытаемся убить муху кувалдой или сделать аналитическое предсказание курса валюты в условиях отсутствия достаточных исходных данных и наличия сильно влияющих на результат неопределенных или случайных факторов. В общем, как сказал Майк Тайсон, у каждого есть план, пока он не получит в челюсть. Это про амплификацию. Отклонение в сторону целого. Это когнитивное искажение, проявляющееся в склонности избегать незаконченности. То есть всегда завершать работу и начатый процесс. Хотя в жизни есть множество вещей, которые заканчивать далеко не всегда обязательно. Не каждая книга должна быть прочитана и не каждый фильм досмотрен. Особенно в условиях переизбытка информации в нашем цифровом веке. Да, многие из нас перфекционисты, и мы любим делать что-то одно и один раз, зато до конца и всегда завершать задачу полностью. Но реальная жизнь всегда вносит свои корректировки. Иногда нам приходится делать несколько проектов параллельно, а от каких-то проектов отказываться вовсе. Так как я тоже страдаю перфекционизмом и гиперответственностью, знание этого когнитивного искажения помогает мне в том, что я уже знаю свои силы и возможности, и исходя из этого, всегда стараюсь контролировать объем своих входящих проектов и задач. Таким образом, чтобы не перегореть. И при этом не боюсь отказывать тем проектам, которые я понимаю, что сейчас не вытяну. И легче отпускать волнительные мысли о тех проектах, которые длятся слишком долго, или совсем попрощаться с теми, которые я начал, но в процессе понял, что сейчас сделать их невозможно. Например, 2022 год стал для меня временем прокачки этого когнитивного искажения и отклонения в сторону целого, так как многие проекты просто физически стало нереально закончить в новой реальности. И я просто принял и отпустил это. Предпочтение нулевого риска. Простым языком, это фокусировка не на тех рисках. То есть стремление уменьшить какой-то один маленький риск до нуля, вместо того, чтобы значительно уменьшить другой, больший риск. Авиакатастрофы пугают сильнее, хотя в автокатастрофах людей гибнет намного больше. Или другая типичная ситуация. У человека есть четкое понимание, что нужно принять трудные решения и освоить новую профессию. Но он откладывает это решение из-за страха ошибиться, тем самым рискуя гораздо большим в будущем. Мы любим контроль и не любим риск. Для нас очень важна надежность, даже если ее достижение контрпродуктивно. Желание исключить все риски приводит к достижению мелких результатов, хотя можно было двигаться к чему-то большему, но без предсказуемого исхода. Ошибка статус-кво. Это когнитивное искажение можно было бы назвать как страх перемен. Ошибка статус-кво это склонность людей желать, чтобы вещи оставались приблизительно теми же самыми. Человек предпочитает стабильность, даже если перемены потенциально выгоднее. Из-за этого искажения и существует та самая зона комфорта, из которой так трудно выходить. Лучше бездействовать и сохранить имеющееся, чем рисковать. Поэтому мы выбираем проверенное блюдо в ресторане, лечимся привычными способами, даже если новые более эффективны, и не любим, когда кто-то предлагает нам сделать что-то по-новому. С ошибкой статуса-кво плотно связаны еще два когнитивных искажения. Апелляция к новизне и апелляция к традиции. В первом случае сторонники инноваций, а во втором сторонники традиций, склонны переоценивать их полезность и не замечать ограниченность. Потому что бывает по-разному. Иногда новые вещи действительно лучше старых, а иногда наоборот. Традиционные вещи могут доказать свою актуальность и бессмысленность, или даже вред их замены на что-то новое. Поэтому каждый конкретный случай нужно рассматривать индивидуально. Отклонение в сторону общественного одобрения. Это последнее когнитивное искажение, которое мы сегодня рассмотрим, и по-простому его можно было бы назвать «страх показаться каким-то не таким». То есть это стремление казаться более хорошим и менее плохим, оглядываясь на общественные нормы. По сути, отклонение в сторону общественного одобрения делает из нас конформистов. Какая-то новая мода, возможно, она вам даже не нравится, но вы начинаете ее принимать, потому что так делают все. Или какая-то новая информационная повестка, и ваше критическое мышление в глубине вашего мозга и рада было бы воспротивиться, но почему-то она отключается, и вы начинаете тупо скандировать, как толпа. На этом все. Надеюсь, знание этих ошибок поможет вам чаще отслеживать их у себя, не утыкаться в стены, которые они выстраивают, и, исходя из этого, принимать более верные решения в личном развитии. Спасибо вам за внимание и всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok